Всем привет! Сегодня у меня видео про покупки канцелярии. Я вам покажу все, что покупала за последние четыре с половиной месяца, то есть именно с того момента, когда выходило мое последнее видео. Если интересно, оставайтесь со мной. Приятного просмотра и давайте начинать! Небольшая новость для всех тех, кто по мне соскучился. Я решила снимать на более маленькую аудиторию, поэтому я создала себе канал на Boosty. Кто хочет меня поддержать, подписывайтесь. Там уже вышло видео про подарки канцелярии от моего мужа и также еще от другой половины моей семьи. Это я сегодня все показывать не буду, и я решила как бы как раз совместить, вот сегодня показать покупки канцелярии, а там уже подарки канцелярии. Я там также хочу выложить видео про то, как сейчас хранится моя канцелярия здесь вот после переезда в Чехию, как я все организовала. Там же совсем скоро выйдет видео о том, как я собираюсь у чемодана моря, с той же самой атмосферой, как было раньше. Минуточка самой рекламы, а сейчас давайте уже покажу вам свои покупки канцелярии. Убрала я все лишнее, что сейчас нам помешало, освободила стол. И первое, что я решила вам показать в этом видео, это цветные карандаши Brutfuner пастельных оттенков 72 цвета. Это масляные карандаши из Китая. Они продаются и на Wildberries, насколько я знаю, и на Алиэкспрессе. Когда я их попробовала, я была шокирована, потому что они оказались очень хорошего качества, и также чисто и статически они выглядят очень приятно. Как я поняла, это такая реплика на японские карандаши голбейные. Но они стоят 4000 крон, а такие карандаши стоят где-то 400 крон. Соответственно, я решила сначала эти проверить, и смотрела очень много обзоров, в том числе англоязычных, где было сказано, что это неплохая замена голбейна. Я уже попробовала сделать выкраску, и, конечно, я ими уже раскрашивала. Получаются и розовые, очень много цветов кожи, разных голубых, зеленых. Но всего того, чего не хватало мне в основных наборах карандашей, которые у меня уже есть. Они такие мягкие, хорошо точатся, не ломаются. Я для них хочу купить такой тканевый пинальчик, скрутку. В этой коробке, конечно, неудобно хранить, и там уже все расположу по оттенкам. Есть пронумерованные цвета, и есть название тоже на каждом карандаше, что довольно удобно. Эту раскраску получила совсем недавно. Садовые гномы, есть такая же раскраска с рождественскими гномами. Планирую попозже, потом ближе к зиме купить. Недорогие. Насколько я знаю, даже продаются на Валбересе. Но я заказывала с Амазона. С немецкого Амазона всегда заказываю себе раскраски. Я как-то заказала, даже несмотря. А потом поняла, что здесь очень много именно таких цветов, травы. Ну, того, что я не очень люблю раскрашивать. Но очень нравится, кстати, Тереза Гудридж. У меня несколько раскрасок уже от нее есть. Новинки раскрасок по номерам, которые вышли в 2024 году. Многие из них у меня в подарках, поэтому я покажу уже на Бусти. Эти я уже заказывала себе сама по предзаказу. Уже несколько тут даже иллюстраций сделала. У нас такие раскраски стоят полторы тысячи рублей. В России я их покупала по три. Ну, что и понятно. Здесь, конечно, цветовая палитра уже совсем не похожа на первые части, где было все так легко. Трудно подбирается. Я уже заранее себе не подготавливаю никаких фломастеров. Вот так крашу. Потом по мере раскрашивания уже подбираю цвета. У меня сделана такая девочка из мультика «Я краснею» на русском называется. Очень даже понравился. Недавно посмотрела, чтобы интереснее было раскрашивать. И у меня тут еще, по-моему, король лев был сделан. Да. Здесь семейные, теплые, уютные. До сих пор не привезла свою камеру в Чехию. Вот когда поеду в Россию, конечно, заберу ее, чтобы мне удобнее было снимать видео. Но сейчас пока вот так на телефон, как получается, уже так получается. И купила себе Японию. Япония – это моя, наверное, страна номер один, которую я очень хочу посетить. Мне очень много японских вещей нравится. Японская кухня вообще моя самая любимая. Поэтому, когда увидела, что выходит вот целая раскраска про Японию, сразу сделала себе формула предзаказ. Сделала тут две картинки. Цветовая палитра тут легкая. Большие части. Легко и быстро очень можно все закрасить. Буквально за вечер там сделала две картинки сразу. Ну, как я уже в одном из видео говорила, мне больше нравятся именно мелкие части в раскрасках по номерам. Не знаю, почему. Говорят, что они так не расслабляют. Но мне вот почему-то больше нравятся, когда мелкие части. Тут вся атрибутика японская. Корейских японских раскрасок по доступным ценам у нас тут нету. Поэтому я тоже заказывала их за такую же примерно цену, как продаются в России. За 3000 рублей за книгу. Заказывала из Польши. Лисичка, фенек и кактус. Первая, вторая часть. Я сначала вообще не хотела их покупать. Долго сопротивлялась, наверное, полгода. А потом поняла, что они так легко раскрашиваются. И за счет того, что здесь иллюстрация односторонняя, можно раскрашивать спиртовыми маркерами. Я попробовала, и мне очень сильно понравилось. Так, сейчас покажу прям первую картинку, которую я сделала. Она у меня идет весенняя. Спиртовыми маркерами. Это раскраска по сезону. Много всего здесь раскрасила. И редко что-то дополняла карандашами цветными. Накупила для этой раскраски пастельные спиртовые маркеры. Тоже в этом видео я вам их покажу. Очень легкая такая раскраска. Расслабляет. Сидишь, красишь. Тем более слева, как вы видите, здесь есть пример, как раскрашивать. Я все делаю по примерам, чтобы было проще мне. Она уже не по сезонам. Она, получается, идет... Здесь еще не начинала ничего. Путешествия. А, нет, сначала сладости. Потом вот путешествия начинаются. Кстати, даже была Прага. Сейчас найду. Вот. Это Прага. Мне так кажется. Дальше тут Профессии. И, как я называю, отдых после путешествий. Отдых после отдыха. Здесь уже прям совсем релакс. Эта книжка уже, в отличие от первой части, более детализирована. Ее посложнее раскрашивать. Я хотя еще даже не начинала. Здесь еще много чего можно раскрасить. Пусть, думаю, лежит. Хана Карлсон. Полуночный маскарад. У меня это голландская версия. Как ни странно, я посмотрела, русских версий уже нет. Поэтому решила заказать голландскую. Она мне обошлась в 200 крон. Сделала тут вот такую первую иллюстрацию. Неоколорами фон. И остальное, по-моему, цветными карандашами. Лягушонок. Это, наверное, моя самая любимая раскраска от Хана Карлсон после времен года. У меня их всего, по-моему, три. Я как-то остальные даже не покупала. Потому что, опять-таки, я беру только то, что мне очень сильно нравится. То, что я уверена, вот, буду раскрашивать. Милые мандалы. Совершенно недавно заказала. Случайно увидела в Инстаграме у кого-то. И думаю, что нужна мне такая тоже книжка. Я мандалы не люблю. Я одну раскраску с мандалами вообще не покупала за всю свою жизнь. Надоедает одно и то же раскрашивать. Но вот эти милые как-то мне понравились они. Сделала тут одну картинку и поняла, что спиртовые маркеры у меня слишком толстые для такой раскраски. Здесь прям мелкие части. Поэтому подожду, когда придут мои ручки. Заказала себе ручки цветные. Буду цветными ручками, наверное, тут раскрашивать. Этой зимой у меня прям началась какая-то мания на корейские раскраски. Мне очень многие нравились. Эту раскраску, которую вообще я понятия не имею, как называется. Но тут такие мелкие части. И она такая стильная. Вот эти вот раскрасила этих девочек. По примеру, раскрашивала спиртовыми маркерами. На сторонней иллюстрации могла себе такое позволить, поэтому и раскрашивала так. С мелкими предметами. Мне даже как-то не было лень. Было интересно и не устала. Два вечера потратила. Раскрасила девочку, которая там закупается фастфудом. Казалось мне очень милой. Просто вот нравится раскраска. Беру, раскрашиваю. Ничего не будет у меня лежать. Опять-таки, как я говорю, после того момента, как переехала я в Чехию, не экономлю свою канцелярию. Мне ничего уже не жалко не клеить, не раскрашивать. Я всем пользуюсь, потому что знаю, что надо наслаждаться жизнью прямо сейчас, когда это все лежит, когда мне все это интересно, когда я вот этим всем прям горю. А не потом, когда мне будет уже не жалко, но при этом и не интересно. Одна единственная раскраска, которая у меня есть с лесной девочкой. Это вот новенькая, опять-таки, времена года. Я, когда вижу времена года, я, наверное, покупаю в 90% случаев. Фанатка вот именно смены сезонов. Здесь раскрасила только одну картинку пока. Наверное, это моя самая любимая картинка из всех в этой книге. Акварельные мелкие неоколор от фирмы Карандаш. Я приобрела себе 30 цветов, но они мне так понравились, так что, наверное, я потом еще буду себе поштучно докупать. Много делала я ими фоны в раскрасках, и зелененькие, и голубые. И вот что-то похожее, наверное, я еще докуплю немножко других оттенков. В общем, их сначала наносите просто как обычные висковые карандаши, а потом размываете водой, как акварельные карандаши. Получается прям очень красиво. В полуночном маскараде я вам показывала. Они мне вышли 1500 крон. И чтобы ими пользоваться, я купила себе кисть с резервуаром для воды. Очень много таких видов продается. Но у меня так получилось, что мы поехали в Австрию, в большой очень арт-шоп. Там я нашла вот такие кисти по 3 евро. Купила себе медиум, среднего размера. Раз уж начали говорить о том, что купила в Австрии, давайте я вам еще покажу. Ну, Pen Pastel взяла только одну, потому что они невероятно дорогие. По-моему, по 10 евро каждый или по 12 даже. Взяла тот цвет, который наиболее часто использую для неба. И к ним также продавались разные, так сказать, спонжики, чтобы растратить на бумаге, на раскраске. Сначала думала, может быть, купить мне какие-то косметические спонжи, потому что эта штука тоже стоила дорого. Потом подумала, что сейчас я пока буду ждать, выбирать. Это все равно кажется не то. Попробовала эту пастель в своей раскраске японской с мышонком. Вот здесь у меня на небе первая иллюстрация, которую я делала в мышонке. Только училась. Это не новая раскраска, она вышла, наверное, года два уже назад. Тоже по сезонам. Здесь мышонок-художник. Вот это нора, в которой он живет. Это его город. В общем, все его приключения. Сложно мне показывать. У меня тут так мало места без камеры. В общем, лето. Вот начинается осень. На все эти раскраски есть обзоры. Просто пишите название по-английски. И за две минуты можно увидеть всю раскраску. Я обычно так и смотрю. Просто какие-то такие быстрые видео, чтобы решить, вот вообще в целом нравится мне или нет. Если мне нравится где-то 70% иллюстрации, я обычно покупаю. Также в Австрии за 16 евро купила набор пастельных акриловых красок от Амстердам. Для раскрасок по номерам. Здесь, конечно, такие цвета. Шесть таких прям бежевых цветов кожи. И вот здесь уже более яркие. Зеленых нету вообще. Но у меня еще есть мои акриловые краски от Таир. Буду с ними как-то смешивать. Вся покупка в артшопе в Австрии у меня вышла на 60 евро. Я там так много всего прям не брала. Только что-то такое новенькое попробовать. И из необходимого. Купила себе три карандаша полихрома. Оказалось, мне не нужно, потому что мне муж уже купил 60 цветов. Набор, но вот эти вот я взяла поштучно, чтобы попробовать. Два розовых, красный. Копики цветов, которых у меня не хватало. Y17 и YG21. Анис и золотистый желтый. Потому что заканчиваются уже. Два черных фломастера для облотки контуров в раскрасках от Ашет. Кисточки для акриловых красок. Называются Da Vinci. В общем, там кисти, конечно, были что-то по 100 евро за кисть. Я поэтому взяла себе вот такие простые, юниорские, детские. Для акрила вообще не важно, какие кисти. Они все нормальные, я даже китайскими пользовалась. Поски. Вот сейчас еще жду большие наборы по 8 цветов. А эта взяла поштучно. Абрикосовую поску. Черный лайнер. Темно-синий и зеленый. Ну, в целом, что про это сказать. Давайте я вам покажу, наверное, на бумаге. Я уже делала выкруску. Вот они у меня. Еще, по-моему, какого-то цвета тут не хватает. А вот он. Вот еще вот такой купила. Моя мама мне отправила немного подарков из России. Того, что я просила. Акриловые маркеры 48 цветов. Они неплохие. Что могу про них сказать? Но они у меня уже почти позаканчивались. Я с января ими раскрашивала в раскрасках по номерам. Вот эти вот Artex намного лучше. Я их заказывала на Амазоне. 36 цветов. Но, конечно, они и дороже. 1000 крон. По скидке они мне вышли или 1200. Не помню точно. Уже покупаю Artex и третий раз. Так как многие у меня цвета позаканчивались с прошлого набора, я их храню вот здесь вот. Ну, и то они у меня уже... Половина из них плохо пишет. Осталось на совсем там маленькие части. И кончик размахрился. Сейчас еще видела, что вышли по 60 цветов наборы. Попозже, наверное, буду покупать себе заказывать. У них колпачок изменился. Ну, здесь такой же браш. Он, правда, стал более упругим. И уже не так быстро махрится, как прошлые наборы. Так, ну и вот. Что еще из раскрасок у мамы попросила из России? Это ветер цвета индиго волшебное приключение. Понравились мне анимешки, но, конечно, издание это вообще не очень. Такая тонкая прям бумага. Я бы даже сказала не то, что принтерная, а еще хуже, чем принтерная. Газетная какая-то, просто светлая. Качество. Я бы прям не сказала, что на пятерку. Не знаю, чем тут раскрашивать. Только, наверное, цветными карандашами не сильно наслаивать. Вот это же весенним днем в Корее. Я просто была в восторге. 400 рублей она, по-моему, стоила. Она шикарная. И качество бумаги хорошее. И сами картинки красивые. То есть у нас наше издательство выпустило корейскую раскраску. Очень приятно, что тут все написано на русском. Сразу понятно, где какие цветы. Цветы, возвещающие о приходе весны. Первую картинку я уже раскрасила спиртовыми маркерами. Это нарциссы. Время цветения с декабря по март. Но это, наверное, там в Корее. У нас, конечно, нет. У нас нарциссы в мае были всегда. Очень советую, вот у кого нет возможности покупать себе иностранные раскраски. Насколько я знаю, сейчас очень плотно занялись переизданием нашей российской издательства. Таких вот красивых раскрасочек. Я решила взять в русском, чтобы поддержать, во-первых, наших издателей. А во-вторых, тоже и дешевле это. Какая же милая картинка. Мне нравится, когда с другой стороны есть пример, как раскрашивать. Как я и планировала, купила Клару Маркову. У меня зелененькая была. Раскраска от нее. Эти раскраски печатают у нас в Чехии. Чешское издание. Я сначала думала, да нет, не буду покупать. А потом мне тоже как-то понравилось. Казалось мне красивым. Я ее еще не начинала. Я прям плотно раскрашиваю в зеленом издании. Может быть, потом покажу, что там раскрасила. Это пока у меня просто лежит. Давно заказала. Дошли мы с вами уже до покупок конца декабря. Витражи, которые называются деревенские. По номерам. Случайно нашла. Эти витражи деревенские по номерам. Это, знаете, это прям мой стиль. Я обожаю все такое кантри-сайт. Относит атмосферу. Овощи, фрукты, огороды, фермерство. Ну вот, короче, это прям моя тема. Я тут очень много раскрасила. Перманентными маркерами красила. Классно расслабляет. И недорогая была. Рождество пиксели. И раскрашивала 31 декабря. Потом немножко на январских, так скажем, каникулах, которых здесь в Праге нету. А потом убрала. Теперь, наверное, в ноябре к ней приступлю. Много тут сделала. Тоже отдыхалочка. Это, наверное, самое классное. Мне прям больше всего этот олень понравился. И ангелочек. Это раскрашивала 31 декабря. Можно сказать, прям в канун Нового года. Где-то в 11 вечера, наверное. Фейри Таун. Увидела в каком-то обзоре. Мне понравилось. Это животные, которые живут в разных фруктиках. У них такие фруктовые дома. Типа груша. Ну и овощные тоже. Почему-то не раскрашивала еще. Убрала ее. И забыла. Вот это вообще непонятно, как оказалось в моей корзине. Рандомная раскраска, которую случайно увидела. Даже ни у кого не в обзоре. А просто на Амазоне нам не вылезло. Прекрасный маленький мир называется. Вторая часть еще. Первую вообще даже не видела. С детских, знаете, сказок, книжек. Немножко на японские раскраски похожи. Клубнички тут. Огороды, пляжи. Две части мышонка. Это взяла весеннюю и зимнюю. Давайте начнем с зимней. Так как я ее заказывала уже зима, когда у нас кончилась. Уже началась такая теплая погода. Немного тут раскрасила. Всего одну картинку. Кранжа шам и призма колор. Бумага не очень хорошая. Я бы сказала, прям принтерная. Здесь, мне кажется, что-то даже начала в этой весенней, но не закончила. Да, здесь можно, в принципе, закончить. Чуть осталось. Только дерево докрасить. Нормальная. Может быть, еще буду покупать осеннюю. Весенняя мозаика по номерам. Думала, будет такая же прикольная, такая же интересная, как вот та фермерская. Но это оказалось совсем что-то не то. Более непонятные иллюстрации получаются. Сильно яркие. Я такое не люблю. Мне кажется, как-то неудачно подобраны цвета. Цветы по номерам QGardens. Слишком мелкие для меня части тоже как-то не мое. Я попробовала, начала кое-что перманентными маркерами. Но вот куплю ручки и попробую. Еще раз. Очень красивая раскраска. Насколько я знаю, корейская. Прямо из Кореи заказала. Сказки. Ну, такие. Вот, смотрите. Есть даже Пеппи длинный чулок. Питер Пэн тут. Так, подальше немножко. Необычные иллюстрации. Я раскрасила Ганса и Гретель. Уже близимся к завершению. У меня здесь путешествие по номерам. Не понравилась мне эта раскраска слишком. Крупные части. Вот что-то такое получается непонятное. Дорого оно стоило. Наверное, лучше бы не покупала. Ну что, остались у меня маркеры Artex. 60 цветов пастельных. Спиртовые маркеры. Заказывала на Амазоне, но они есть и на Валдбересе. Заказывала, чтобы раскрашивать в раскраске пельмень. В моем наборе копиков какие-то все более темные оттенки. Ничего плохого не могу сказать. Отлично смешиваются. Красивые цвета. Принадолго хватает. Комфортные. Все просто идеально с этими маркерами. Могу порекомендовать, посоветовать. Это было все видео. Если вам интересно посмотреть, что мне подарили из канцелярии. Там тоже, мне кажется, примерно столько же вещей. Переходите по ссылке на мой бусте. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok